Знаете, я не понимаю спортивный симулятор, да и спорт в его большом проявлении в целом. Но когда берут концепцию какой-нибудь спортивной игры и вытворяют с ней что-нибудь этакое, подобные штуки способны вызвать у меня интерес. Little League Blaze одна из таких игр. По сути своей, она является гибридом бейсбола и файтинга. События игры развиваются в будущем в городе Shine City. В моде хип-хоп и экстремальные виды спорта, особенно так называемая игра в мяч, в которой крутые парни, девушки, роботы и прочие существа выходят один на один и херачат друг друга при помощи бейсбольного мяча. Игра набирала все больше популярность до тех пор, пока один из игроков не погиб. Правительство запретило этот вид спорта, но адреналиновые наркоманы непоколебимы. Вопреки тому, что их постоянно гоняет полиция, они продолжают соревноваться и даже организовали так называемую смертельную лигу. Это их главный чемпионат, который уже на носу, но как оказывается запрет правительства на игру не так-то прост и имеет под собой далеко не благие цели для общества. Геймплей сводится к тому, что нужно выбить дурь из оппонента при помощи мяча, который при каждом ударе по нему будет ускоряться. Если враг не успевает отбить, то дамаг засчитывается ему. Если успевает, то мяч увеличивает скорость, летит в вашу сторону и нужно тоже успеть его отбить. Можно еще схватить и придержать. Есть суперприем и дополнительные атаки, если один из бойцов сбивает мяч в появляющуюся сверху хреновину. Первый, кто набирает 5 очков, победитель. Геймплей очень простой в освоении и при этом динамичный. Для управления и нужно-то 4 основные кнопки геймпада и стик, но при этом игра дико драйвовая. Режим истории организован на манер современных файтингов. Вам дадут поиграть за каждого из персонажей, коих с начала игры доступно семеро. Отличаются они скоростью, высотой прыжка и габаритами. В здоровенных амбалов проще попасть. Перед каждым боем и после него идут катсцены, рассказывающие, что тут вообще происходит. Остальные режимы игры тоже вполне стандартны для файтинга. Единственное, что тут стоит еще упомянуть, возможность игры по сети и локальный мультиплеер. Дубасить друг друга под пивко самое то. Если выделить какую-то главную фишку игры, то это, конечно же, визуальная стилистика, нехило так отзывающая культовый джетсет-рейдио. Мне очень понравилось, как сделаны фаны во время катсцен. Арена тоже выглядит прикольно. Хоть и вся игра сделана в лоу-поле, его хватает, чтобы погрузить в эту атмосферу урбанистической и экстремальной хип-хоп-тусовки будущего. И креатив, который вложен в самих персонажей, просто сумасшедший. Оригинальности им не занимать уж точно. Твою мать, тут есть здоровенный робот-магнитофон, которого зовут Думбокс. Это просто охрененно. В одном только этом персонаже сливается все. Музыка, энергетика и стилистика хип-хопа. Абсурдность, юмор и фантазия. И имя приправляет все это крутизной недостижимого левела. Думбокс. Блять, я бы этот ник взял себе в пользование. Появись первый раз в интернете в эти дни. Ну и, конечно же, музыка в Lethal League Blaze тоже удалась на славу. Если говорить о каких-то минусах, режим истории мне показался довольно простым. Несколько подрывать сраку он начинает только, когда доходишь до чемпионата, а остальное проходится вообще без всяких проблем. И в нем же не хватает каких-то интересных испытаний. На это вообще можно было бы не жаловаться, но почему-то авторы сделали одно такое испытание с мишенями в психушке, превращающее геймплей в эту супер продвинутую версию Понга. И на этом все. Остальное стандартные драки с мечом. Хотелось бы еще каких-то разнообразных фишек помимо этого. Сказал А, говори Б, что называется. Пожалуй, Lethal League Blaze это отличная игра для вечеринки. Ее просто освоить, и она дарит просто уйму угара и веселья. Вполне качественно сделано, никаких претензий ни к визуальному оформлению, ни к звукам, ни к управлению нет. И в нее вложена такая доза креатива, до которой многим играм, как медному котелку до ржавчины. Отличная вещица.